Игроки команды школы номер пять подошли к участию в турнире серьезно. Они разработали целую систему условных обозначений. С их помощью ребята смогли запутать соперника и одержать победу в схватке. По итогам соревнований участник команды пятой школы Василий Морозов был признан лучшим тактиком турнира. Я думаю, что нам позволило выиграть слаженность, командная тактика и дух победы. Мы настроились только на победу. В младшей группе первое место завоевали воспитанники военно-патриотического клуба «Разведчик». Команда молодежного центра заняла второе место. На пути к финалу ее участники не проиграли ни одной встречи и только в заключительных поединках уступили сопернику. Настоящий бой какой-то. Бегаешь, воюешь. Это интересно. Финальным играм Кубка Александра Невского по спортивному лазер-тагу предшествовали два отборочных тура. В них приняли участие 20 сборных. Претендентов на победу условно разделили на команды старого и нового района. Спортивный лазер-таг развивается на платформе страйкбола, как начальный этап подготовки ребят младше 14 лет. Цель турнира – это военно-патриотическое воспитание, его популяризация. Популяризация среди молодежи тактических видов спорта. Это попытка оттянуть их от компьютера, заменить компьютерные игры в войнушку на вот такой вариант, вариант с лазер-тагом. Ну и, конечно, это военно-тактическая подготовка молодежи. Все победители и призеры турнира по лазер-тагу были отмечены медалями, командными кубками и памятными призами. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.